Александр Гольдберг Александр Голдберг 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 Сказал о законе уже очень много И продолжает говорить о нем по сей день Достаточно иногда просто взять какие-то книги, которые сейчас издаются Или включить христианское телевидение И поэтому мы с вами не можем притвориться, что ничего этого нет Если мы считаем себя евреями То тем самым, то есть мы так или иначе отождествляем себя старой, как евреи То мы обязаны каким-то образом реагировать на то, что другие говорят о Таре Прежде всего другие верующие в Ишуа, в Иисуса Христа И поэтому в нашей сегодняшней программе я хочу коротко коснуться тех стихов Которые чаще всего цитируют христианские проповедники Старающиеся доказать, что Ишуа покончил с Тарой О них задают вопросы И я хочу начать, например, вот с такого стиха в послании Колоссянова, 2 главе, 14 стиха Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту Отсюда и название этой программы Тара, пригвожденная ко кресту Если рукописание, которое против нас, имеющееся здесь в виду, это закон Тогда все понятно Ишуа пригвоздил закон к своему кресту Именно так толкуют это место очень часто Но в греческом тексте, в этом месте речь идет о долговой расписке Которая была против нас Послушайте, пожалуйста, как стихи 13, 14 и 15 звучат в переводе Кузнецовой И вас, некогда мертвых, из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрезаны, не принадлежали к Божьему народу Очевидно, речь идет о неевреях Павел пишет язычникам в колоссах Вас Бог вместе с ним, с Ишуа, вернул к жизни Он простил нам все преступления Он перечеркнул список наших долгов Предъявленных ко плате предписаниями закона И уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту И этим он обезоружил начало и власти И выставив их всем на посмешище Провел как пленных в своем триумфальном шествии Одно из основных оружий сатаны против нас Это наши грехи Грех это, так сказать, фирменный продукт дьявола И как только он находит его в нас, в нашей жизни Он заявляет свои права не только на грех, но и на нас На обладателей, так сказать, этого греха На тех, кто купил его фирменный продукт Поэтому победа Ишуа над дьяволом заключалась в том Что Ишуа простил нам наши грехи Наши грехи это наши долги перед Богом Ведь в конце концов мы с вами помним Что в той молитве, которой Ишуа научил молиться своих учеников Есть такие слова Прости нам долги наши, как и мы прощаем Должникам наши И своей смертью Ишуа уплатил наши долги Богу И поэтому он имел полное право Аннулировать наши долги То есть порвать, уничтожить, пригвоздить Ко Кресту список наших долгов Список наших грехов Вот что было пригвождено Ко Кресту Не закон А список наших долгов Стоп, но ведь долги Откуда они взялись? Кто-то может сказать Тут же написано Ты же сам сейчас прочитал Этот перевод Кузнецов Список наших долгов Предъявленных к оплате Чем? Предписаниями закона Значит проблема-то все-таки изначально в законе Это закон говорит Что мы задолжали Да? Закон Закон предъявляет счет к оплате Да, тут написано именно так Однако проблема не в законе А в тех, кто нарушает его То есть в нас И более того Если проблема в законе Тогда уж давайте идти до конца Будем последовательными И скажем, что корень-то проблемы Вообще-то не в законе А в том, кто его дал Ведь закон не упал с луны Не на ровном месте появился Закон происходит от законодателя И корневая проблема тогда Вот по этой логике Она не в законе даже Она в самом Боге Который дал этот закон Кто дал закон? Ведь мы не Моисей же, правильно? Моисей всего лишь посредник Закон Израиля дал сам Бог И поэтому те, кто всячески Старается представить дело так Будто проблема в законе Они в нашей неспособности Жить по нему На самом деле бунтуют против Бога Их просто не устраивает Святой Бог Который ожидает святость Не только от своих ангелов Но еще и от нас От людей, созданных по его образу Им нравится благодать Но при этом они не могут понять Как благодать может идти рука об руку Со святостью Поэтому они пытаются разделить их Благодать и святость И поссорить их друг с другом Второе место в посланиях Павла Которое нам нужно сейчас разобрать Это 15 стих 2 главы послания Кефесянам Упразднив вражду плотью своею А закон заповедей учением Дабы из двух создать в себе Самом одного нового человека Устрояя мир Даже не читая контекст Из этого стиха ясно видно Что Ешуа упразднил закон заповедей Правда? Вот написано черным по белому Ну что ж Чтобы выяснить так ли это на самом деле Или же переводчики в очередной раз Постарались втиснуть Павла В свои собственные богословские предубеждения Давайте для начала прочитаем контекст Этого стиха Итак помните Что вы Некогда язычники Это 11 стих Ефесянам 2 глава 11 стих Что вы некогда язычники по плоти Которых называли необрезанными Так называемые обрезанные Плотским обрезанием Совершаемым руками Что вы были в то время Без Христа Отчуждены от общества Израильского Чужды заветов обетования Не имели надежды И были безбожники в мире 13 стих А теперь Во Христе Иисусе Вы Бывшие некогда далеко Стали близки Кровью Христовую Ибо Он Есть мир наш Соделавший за бою ходно И разрушивший Стоявшую Посреди Преграду Упразднив Вражду Плотью своею А закон заповеди Учением Абы из двух Создать в себе Самом Одного Нового человека Устрояя Мир И в одном теле Примирить обоих с Богом Посредством креста Убив Вражду На нем И придя Благовествовал Мир вам Дай ним И близким Потому что Через него И те и другие Имеем доступ К отцу В одном духе Послание К ефесянам Эфес Это город Современной Турции Тогдашней Малой Азии Тамошние верующие Которым это письмо Написано Были не евреи Здесь это очень ясно видно Павел пишет им Что раньше Они были Язычниками А сейчас То есть идолопоклонниками А сейчас Благодаря Мессии Стали частью Народа Божьего И тема этого Отрывка И всей второй главы Послания Это мир Между евреями И неевреями И единство Евреев И неевреев В Мессии Вопрос Каким же образом Ешо примирил И соединил Нас Друг с другом Очевидно Ешо устранил Препятствия К этому миру И к этому Единению Какие препятствия В стихах Четырнадцатом И пятнадцатом Мы видим Три таких Препятствия Стоявшая Посреди Преграда Вражда Второе препятствие И закон Заповедь Я просто цитирую То что написано Я не придумываю Здесь Просто читаем Мы с вами Прочитали текст И вот Три препятствия С которыми Ешо разбирался Для того Чтобы создать Единого Нового человека И соответственно Что Ешо сделал С этими Тремя препятствиями Он разрушил Стоявшую Посреди Преграду Он убил Вражду И Написано Упразднил Закон Заповедей Между евреями И язычниками Действительно Была преграда То есть Перегородка Если буквально Переводить С греческого языка Это слово Это перегородка Мешавшая общению В храме Это была физическая Стена Дальше которой Язычник Ити не мог И кстати Когда Павел Писал свое Послание Вефес Он сидел В тюрьме За что Он сидел За то что Его обвиняли Он сидел По обвинению В том что Осквернил Иерусалимский храм Введя Грека Трофима Туда куда Язычникам Нельзя ходить То есть Фактически Что он Пересек Побудил Нееврея Пересечь Эту Перегородку Зайти за нее Разделение Очень легко Может Перерасти Как мы с вами знаем Просто по нашему Житейскому опыту Разделение Легко может Перерасти Во вражду Ну и если Вражда Это следствие Разделение То вопрос Откуда же взялось Изначально Само разделение Традиционный Церковный ответ На этот вопрос Такой Что разделение Взялось Из-за закона Первопричина Этого разделения Между евреями И язычниками Это закон Это он Делит людей На евреев И всех остальных То есть Обрезанных Необрезанных Это он Разделяет человечество На избранный народ И всех прочих Дескать Второсортных Поэтому Еще при жизни Сам выполнил Требование закона Как еврей А в смерти своей Упразднил его Тем самым Решил проблему Разделения И вражды Между евреями Не евреями И поэтому Закона нет Больше нет Ни еврея Ни язычника Ни мужчины Ни женщины И в семье Тоже нет Ни мужчины Ни женщины Ладно Это другой вопрос Ну конечно Мы с вами понимаем Что этот ответ Неправильный Во-первых Евреи Как народ Появились Задолго До закона Обрезание Идет Не от Моисея Оно идет От Авраам Это раз Во-вторых Закон Не дает Имеющим Его Силу Соблюдать Его То есть То что есть У евреев Закон Это совсем Не означает Что евреи Сами по себе Лучше Чем не евреи Евреи Как и язычники Нуждаются В искуплении Как Павел Пишет в другом месте Все Под грехом Единственная Разница В том что Имеющийся закон Разница между Евреями и неевреями Она в том что Имеющийся закон Должны лучше Осознавать Свою нужду В прощении Грехов И в этом Искуплении Потому что Они знают Или должны знать О Боге О святости О грехе И об искуплении Больше Чем те Кто закона Не имеет Так что В этом смысле Как раз таки Закон не делит Людей На чистых И не чистых Мы все Потомки Адама И Евы Мы одинаково Не чистые И тот же самый Павел В послании К римлянам Пишет Итак Мы уничтожаем Закон веры Никак Но закон Утверждаем И поэтому Поэтому Закон заповедей О которых говорится Во второй главе Эфесянам Это не причина Разделения И вражды Соответственно Не то Что Ешо Упразднил То есть Это не тара Не тару Ешо Упразднил Потому что Не тара Является Первопричиной Вражды Между Евреями И неевреями И первопричиной Разделения Между Евреями И неевреями Речь там Идет О человеческих Постановлениях Достроенных Вокруг Закона Например Те постановления Благодаря которым В храме появилась Эта стена С надписью На трех языках О том что Не еврей Который зайдет За нее Пройдет дальше В храм Будет сам Повинен Собственной Смерти Ну и Последнее Проблематичное Высказывание Павла О Таре Которого я хочу Коснуться В этой нашей Программе Это стих Из Десятой главы Послания к Римлянам Четвертый стих В котором мы находим Такие слова Конец Закона Христос К праведности Всякого Верующего Дескать Христос Опять-таки Положил Конец Закон Конец Это перевод На русский язык Слово Греческого слова Телос И перевод По-видимому Не очень удачный Хотя и очень популярный Среди тех Кому хочется услышать Что с законом Покончили Слово Телос Переводится Так же Как цель И некоторые Ученые переводят Его в этом стихе Как кульминация То есть Как высшая точка Вершина Конечная цель Которой идет В движении Как вершина горы На которую Совершают восхождение Если прочитать Этот стих В контексте То ясно Что тема Павла Здесь В 10 главе Римлянам Это праведность Или оправдание Вот что он пишет Я читаю стихи С 1 по 4 Братья Желание моего сердца И молитва К Богу Об Израиле Во спасение Ибо свидетельствую им Что имеют ревность По Боге Но не по рассуждению Ибо Не разумея Праведности Божьей И усилия Поставить Собственную Праведность Они не покорились Праведности Божьей Потому что Конец Закона Христос К праведности Всякого Верующего По этот последний Стих Четвертый Стих Было бы Гораздо Лучше Перевести Так Мессия Христос Это цель На которую Указывает Закон То есть Благодаря Его Жертве Каждый Кто верит В него Получает Праведность То есть Цель С которой Был дан Закон По крайней мере Одна из них Это указать Нам На Грядущего Мессию Мы с вами Незаметно Подошли К одному Очень важному Вопросу Для чего Был дан Закон Об этом В следующей программе Оставайтесь С нами Спасибо Продолжение следует